Евросоюз сегодня снял санкции, которые 13 лет действовали в отношении Александра Лукашенко и 170 белорусских чиновников. Всем откроют въезд в страны ЕС. Кроме того, Минску пообещали в целом упростить визовый режим, продолжит Павел Пчелкин. О том, что санкции с Минска непременно будут сняты, европейские чиновники начали предупреждать задолго до этой встречи в Брюсселе. Так что 28 министрам иностранных дел ЕС оставалось только констатировать. Санкции против Белоруссии и ее президента с сегодняшнего дня уходят в историю. Остаются ограничения только против четырех чиновников и запрет на поставки полицейского оружия и снаряжения. Как заявляют министры, главный повод для отмены санкций решения Александра Лукашенко помиловать шестерых оппозиционеров, которые обвинялись в организации беспорядков после президентских выборов 2010 года. В том числе одного из бывших кандидатов, президента Николая Статкевича. Несмотря на то, что оппозиционеры сидели, например, за умышленный поджог и даже нападение на посольство России, на Западе всех их признали политзаключенными. Их освобождение 22 августа в Брюсселе сошли достаточным поводом для отмены санкций. Об этом заявил глава германского МИДа. Есть хорошие новости. Мы на европейском уровне договорились о возможностях разностороннего сотрудничества с Белоруссией в будущем. Произошли некоторые изменения. И как меня вчера в Мюнхене заверил министр иностранных дел Белоруссии, там, в свою очередь, также хотят выстроить новые политические отношения с ЕС. Впрочем, санкции начали вводить задолго до арестов оппозиционеров. Первые из них ввели 13 лет назад. А затем ограничения ужесточались после каждых президентских выборов. Оппозиция регулярно пыталась устроить беспорядки, а Лукашенко методично и жестко эти попытки пресекал. Санкции включали запрет на въезд в ЕС лично для президента Белоруссии и еще 170 белорусских чиновников, а также замораживание их счетов в европейских банках, если таковые имелись. Кроме того, ограничения были введены против четырех белорусских компаний. Черный список в ЕС то расширяли, то сужали, санкции то замораживали, то снова возобновляли. Европа работает только в плане политической конъюнктуры. В данный момент выгодно было Лукашенко освободить санкции, как, к примеру, кора для Путина. Это сделали. А вот когда будет невыгодно, его могут тоже опять-таки подвернуть всевозможным санкциям. Санкции, которые ставили перед собой целью смену политического режима Белоруссии, естественно, оказались безрезультатными. Потому что Белоруссия, опираясь на политическую и экономическую поддержку России, фактически избегала всего полного негативного набора результатов этих санкций. Но, с другой стороны, сейчас в условиях экономического кризиса политики Евросоюза и в целом Запада надеются на то, что им удастся либо переманить белорусскую элиту на свою сторону, либо же полностью переформатировать белорусскую политику. Но и в том, и в другом случае места для Лукашенко там не останется. Эксперты напоминают, что главный смысл санкций против Минска и Александра Лукашенко, которого в ЕС называли последним диктатором Европы, состояли в том, чтобы добиться в Белоруссии прозападных демократических реформ. Но в прошлом году, после избрания батьки на пост президента в пятый раз, оказалось усилие тщетное. И стало понятно, что ждут от Лукашенко не реформ, а дистанцирование от России. Павел Пчелкин, Виктор Аверин, Екатерина Белова, Первый канал. Павел Пчелкин, Виктор Аверин, Екатерина Белова, Первый канал. Павел Пчелкин, Виктор Аверин, Екатерина Белова, Первый канал.